Двойная дверь с маленьким порожком. От двери до первого пролета девять ступенек. Всего с третьего до первого этажа их больше сорока. Плюс дверь подъезда тоже с порожком. У меня на то, чтобы спуститься, уйдет не больше минуты. А вот для нашей сегодняшней героини, ее зовут Катя, это каждый день новый маленький подвиг. Знакомьтесь. Эта симпатичная жизнерадостная девочка еще школьница. И то, что другие воспринимают как данность, умение сидеть, ходить и быть полезным в семье и обществе, для нее целое испытание. За короткий срок Катя, которая пока не может обойтись без инвалидного кресла, заработала три золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль в соревнованиях по плаванию. Вода сейчас единственная стихия для Кати, где она чувствует себя свободно. Они с мамой живут в Шилово. Пришлось снять квартиру как можно ближе к спортивному комплексу, чтобы Катя могла тренироваться ежедневно. Тренера, которые были, они сразу понимали, что у меня есть потенциал и возлагали на меня надежды очень большие. А ты сама на себя возлагаешь надежды? Да. В данный момент она очень хорошо набирает баллов. Если так дальше будет продолжаться, то есть ничего такого не случится, то есть перспектива, что она выйдет на международный уровень. Сейчас мы ее готовим к поездку за границу. Сегодня у Кати странички в социальных сетях и много друзей, которым можно написать или позвонить. Все, как и полагается, в ее возрасте. То есть они у меня появились сейчас, даже могу сказать, когда? 2009-2010 год. То, что она активная девочка, это мы уже сразу поняли, как только она к нам поступила учиться. Почему? Потому что она принимала у нас во всех предложенных конкурсах активнейшее участие, причем была не просто участницей, но и победителем. Ольга, мама Кати, всегда мечтала о дочке. Ей было 28, когда она узнала, что беременна. Роды были очень трудными. О том, что ее девочка частично парализована и требует особого ухода, сразу никто не сказал. Это были последствия родовой травмы. Нет, я узнала об этом уже после. Не уговаривали? Нет. Маленькую Катю привезли домой, вспоминает Ольга, и каждый день превратился в череду тренировок. Вот некоторые мышцы нужно было, именно чтобы они были крепче, а те мышцы, которые были в тонусе, непосредственно нужно было их растянуть. И вот, соответственно, я постоянно делала, каждый день делала ей массаж. И что врачи говорили? Ну, что врачи говорили? Врачи изначально говорили, что она как бы тяжелый ребенок, и, соответственно, будут очень большие проблемы. Хотели делать операцию, от которой, конечно, отказалась. Сухожилие резать не дала. С братьями, с мамой. То есть, помогали были. То есть, все стремились, чтобы было какое-то, как сказать, улучшение. Она не ползала, не сидела, ничего. На который возраст? О, два года она только смогла сесть. Только сесть. Ползать она начала уже еще позже. Сама Катя помнит себя лет с пяти. Тогда весь ее мир в основном ограничивался садовым участком деревенского дома. У меня как-то не было такого, то, что так вот, как сказать, спрашивать, почему там. Ну, как есть, так и есть. Наверное, к счастью, соседи редко видели ребенка. О маме девочке хватало забот, чтобы лишний раз не слушать людские пересуды. Ну, конечно, задавали вопрос, почему такой, вроде, ребенок уже взрослый сидит в детской обычной прогулочной коляске. Не недолинной коляске, а мы гуляли в такой коляске детской. Задавали такой вопрос. Я говорю, так надо. И все. Ты вообще не ходил? Нет. В семь лет дети уже идут в первый класс. Успевают пополнить биографию синяками и ссадинами, гоняют на велосипедах и записываются в секции. И ни один ребенок не вспомнит, при каких обстоятельствах сделал свои первые шаги. Для Кати этот день стал новой точкой отсчета. В семь лет девочка впервые самостоятельно поднялась с колен. Дома был диван, напротив дивана еще один стоял. То есть этот промежуток я прошла сама. Радость была? Да. Плакала? Нет. Ты вообще очень сильный человечек, да? Это было как раз Рождество, 7 число, 7 января. Соответственно, она в этот святой день пошла. Сделала свои первые 8 шагов, по-моему, от дивана до дивана. Что вызвало, конечно, у меня много эмоций, слезы и радости. Сегодня она мамина помощница. По крайней мере, в состоянии приготовить нехитрый ужин и во многих вещах обойтись без поддержки. Проснулась, сиделась, умылась, это у меня получается сама. То есть, конечно, идти на тренировку самую с помощью только. Они и в бассейн пошли для укрепления здоровья, вовсе не рассчитывая на награды и признание. Ну, что вы, что вы. Конечно, для меня это великое. Достичь этого большим таким трудом, просто я-то знаю каждую секунду и знаю изнутри, каково ей. Как достается эта победа, какие трудности приходится пережить, чтобы переступить вот эти пороги, поступить вот это, пойти в этот душ, там-то очень тяжело, все эти скользкие полы, где-то стоять неудобно. Приходится носить ее на руках, я знаю. А быть рядом, это тренером, тяжело за нее, переживает больно. А мне, маме, как? Когда я вижу, что она замерзла, когда ее трясет, я ее снова на руках несу и ложу ее снова, спускаю в холодную воду, потому что вода достаточно прохладная, и снова ее вынимаю, и снова ее поднимаю, укутала, немножко погрела, и снова ее спускаю. Не со мной-то хочется, но вот, в принципе, у нее все сидит. Да, 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 несмотря ни на что. Она все равно, она все равно идет, там было растяжение у нее, ножки, там она вообще не могла двигаться. Говорит, очень тяжело, больно, все там, защемление нерва пошло. У нее там все, она пьет обезболивающие две таблетки и идет на тренировку. Есть такая мечта, чтобы встать с коляски и добежать хотя бы до первого этажа. А шанс? Шанс тоже есть. Сегодня на то, чтобы спуститься с третьего этажа, нужно не меньше 15-20 минут, при условии, что кто-нибудь спустит коляску. И, к счастью, Катина друзья даже и это невеселое занятие превращают в развлечение. Вместе до темноты гуляют во дворе и играют, фотографируются. О новых переживаниях и достижениях Катя по секрету рассказывает лучшей подружке. Обычно, да, поддерживает, помогает. А она тоже на колясках? Нет, она из здоровых, то есть она абсолютно здоровый человек. Очень, на самом деле, общительная девочка. И, соответственно, у нее должно быть и друзей очень много. Но она о них иногда нам, конечно, делится своими впечатлениями. И мы знаем некоторые ее тайны даже душевные, скажем, да, какие-то проблемы. Это мы, конечно же, прослеживаем в обязательном порядке. Катина мечта, она хотела раньше быть врачом, нервопатологом. Именно пойти по своему заболеванию, чтобы помочь таким же детям, как она. Потому что она эту болезнь знает изнутри и знает, какие трудности. Моя мечта – увидеть Катюшу на высоких каблуках. Весной Катя поедет защищать честь Рязанской области и России в Германию. Соревнование пока единственная возможность лично увидеть многих друзей. Несмотря на то, что живут они не так уж далеко, в Михайлове. Да, там все ребята на колясках тоже. Вся наша команда, то есть она не из ходячих. Как объяснить другим, что любой человек может сломать ногу и перестать ходить? Что ребята-колясочники не заразны, они просто лишены части возможностей. Но при этом достигают порой немыслимых результатов, становятся чемпионами страны и Европы. В 25 лет я стал инвалидом, опорником, тоже как она у меня просто. Я все пережил, через себя все это переборол, все это знаю. И второй тренер Александр Юрьевич, он всю жизнь занимался тренером по плаванию, в Рязани работал. Он тоже, у него проблемы с ногами. То есть мы прошли это, мы свои, как говорится, испытали в шкуре. И теперь мы занимаемся по мере всех своих возможностей, сил и умений, помогаем им. Мы почувствовали, что у нас большая семья, вы понимаете, что мы не одиноки. И мы там все вместе, это у нас большая, спортивная, вообще не то, что спортивная. Потому что там спорт разный, там многоборье. Там дети занимаются всем, и теннисом занимаются, и рестлингом занимаются, и пауэллифтингом, то есть и бегом там кто-то без ручки, кто-то там как-то. То есть мы все, мы одна большая семья, вот что самое главное. Нужно верить в себя прежде всего. То есть если ты веришь в себя, у тебя все получится. Таким ребятам, как Катя, хочется сказать только одно. Люди, которые могут ходить, часто совершенно не знают, куда идти. У вас есть главная цель и неимоверное желание ее достичь. И мне очень хочется, чтобы за очередной золотой медалью Катя отправилась на высоких каблуках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!